Привет, ребята! Мы сегодня с Мишей к вам с очень важным разговором. Мы давно живем в Кремниевой долине, вообще уже 8 лет практически. За это время у нас выстроился огромный нетворк IT-специалистов как с нанимающей, так и с нанимаемой стороны. Я точно знаю, что наши ребята сильные инженеры, но почему-то не у многих получается пробиться в топовой компании и получить оффер мечты. Ради интереса я в своем телеграм-канале про поиск работы провела опрос среди своих подписчиков на тему, что вам мешает получить жирный оффер и попасть в мировые IT-компании. Делюсь результатами здесь. Большее количество голосов ушло за то, что не хватает скиллов и нет понимания, как устроены процессы найма. И что вообще хотят от кандидатов. Да, конечно, это имеет место быть, но по нашему с Мишей опыту проблема лежит вообще в другой плоскости. Программисты забывают и не уделяют внимания трем вещам, которые портят все даже тем, кто супер подкован своей специализацией и с алгоритмами может вполне себе легко разобраться при желании. Работать скиллы и понять, как устроен бигтек не так уж сложно. Я же когда-то это сделал, хотя гимназиев не кончал и опыт у меня довольно заурядный. Небольшая продуктовая компания в Москве и пам при переезде. Но раз я каким-то образом просочился в свое время в Амазон, значит это доступно в принципе каждому. Поэтому сегодня поговорим о том, чего на самом деле не хватает нашим кандидатам для того, чтобы войти в глобальное IT. И это не философские размышления, а статистика, которую Миша наблюдал за время работы в Амазон. А я собирала, релацируя русскоязычных IT-специалистов и общаясь с работниками топовых IT-компаний Кремниевой долины. В этом выпуске мы конкретно опишем, над чем вам надо работать в первую очередь, если вы хотите работать в бигтех и получать зарплаты, которые я показываю в своих видео. Они успокаивают себя тем, что все эти блогеры врут, а Levels FYI завышают цифры. Ну и по традиции, меня зовут Виктория Бородина, а вы на канале про жизнь и карьеру в бигтех. Сегодня видео вот в такой необычной обстановке. Это моя кухня, и выбор пал не случайно. Мне хочется сегодня сделать видео таким более теплым, ламповым, потому что будем мы говорить о таких вещах, которые вы часто не замечаете, и возможно для многих они будут чувствительны. Поэтому как будто бы хочется вас каким-то образом поддержать. Но сегодня будет много каких-то иносказаний, будет много историй из жизни для того, чтобы действительно помочь вам увидеть эти невидимые барьеры и показать их значимость. Первое – это мотивация. Понимаю, что это слово для многих уже набило оскомину, и уже про эту мотивацию не хочется говорить. Но понятное дело, что мотивация – это как топливо для автомобиля, так и для человека. Когда вы понимаете, зачем вы туда идете за оффером, больше шансов, что вы туда дойдете, потому что это всегда вас будет драйвить. Но очень много проблем в этом есть. Во-первых, вы часто нечетко ставите себе цель. Я хочу работать фанк, потому что это клево. Нужно понять, почему это клево для вас. Потому что, может быть, там, не знаю, много платят. Потому что там работают, по вашему мнению, самые лучшие. И вы хотите доказать, что вы один из этих лучших инженеров. Но просто говорить о том, что клево работать в фанк, ну, это вряд ли вас приведет к заведомо поставленной цели. Следующая проблема – это то, что вы поддаетесь мейнстриму. Ну, по крайней мере, это я наблюдаю в долине. Да и уверена, что и на просторах интернета тоже это происходит. Потому что, конечно же, в моих видео очень много успешного успеха. Многие герои, конечно же, готовы делиться своими историями только на каком-то пике, когда они довольны своим результатом, довольны собой. Рассказывать какие-то истории, когда что-то не получалось. В моменте очень сложное. И, честно говоря, я прям видела много классных историй, которые такие вот как бы жизненные. Но люди не могли ими поделиться просто потому, что не могли. Не хотелось им, да, не чувствовали себя уязвимыми в этом моменте. Так вот, мейнстрим такой. По крайней мере, в долине это выглядит так. Сначала все хотят работать в фанк. Фейсбук, Амазон, Эппл, Гугл, Нетфликс, ну, еще какие-то там компании. Это считается круто. Все туда стремятся. Потом, значит, вот поработав какое-то количество лет, может быть, попереходя из одной в другую компанию, наигравшись этим всем, уже начинают хотеть делать свой стартап. Вот в идеале, конечно, юникорн, но в целом уже не хочется работать в найме. Ну и финалочка идеальная. Это, конечно же, лет так в 45 уйти на такую пенсию, словно из закат, но с опцией не заниматься чем-то интересненьким. А интересненько это обычно инвестировать накопленные деньги с продажи стартапа или заработанные там на акциях в вот этих компаниях. В общем, вкладывать их в какие-то клевые молодые стартапчики, команды. И, в общем-то, наблюдать так немножко со стороны, свысока, давая советы, ну, играясь вот этим всем. Но, если по-честному, не все хотят и кайфуют от работы в корпорации. Так зачем сразу идти в корпорацию и в фанк? Почему не выбрать какой-то классный стартап и присоединиться к нему? Или наоборот, не все хотят потом делать стартапы, но как бы как будто круто, все говорят вокруг. Это такое, знаете, как неосознанное здесь уже. Никто не пытается вас здесь, в долине, прям убедить, что вы должны работать, сделать свой стартап. Но это как будто вот такой, как шум. Стартап, стартап, вот это все. И люди многие поддаются этому инвестриму. Но на самом деле кто-то же совершенно устраивает его работа в найме. Может быть, там классно уйти немножко в какую-то меньшую напряженность, работать 4-6 часов в день, заниматься какими-то любимыми делами, не знаю, серфить или там с детьми проводить время и прочее. Вот. Поэтому как бы пенсия, конечно, в любом случае выглядит привлекательно. Но, тем не менее, согласитесь, что вот этот мейнстрим, это не классный, это вас вряд ли приведет. Но если вы не любите работать в корпорациях, то вряд ли вы получите, ну как бы дойдете. Может быть, себя, конечно, отдельные личности дожмут. Но в целом, если это вам не нравится, и вы не видите в этом ценность реальную, подменяйте мейнстримом свою мотивацию, то, может быть, проблемка. Может быть, потраченные силы впустую. Будете идти туда, куда не хотите. Есть подмена мотивации. Это, в принципе, вытекает из мейнстрима. Но часто люди подменяют еще и, опять же, когда внутри есть что-то, что говорит, это классно, это не классно. Например, идти за деньгами, да, это не классно. Идти за технологиями, да, какими-то, как инженеру, это классно. Пытаться доказать себе, что я лучший, это не классно. Это как бы ты об этом не будешь говорить везде, потому что, ну, это какие-то мои там загоны. А, я не знаю, делать глобальный продукт, это круто. Поэтому вот эта вот такая оценочность, она тоже вас часто подменяет мотивацию. Вы там, не знаю, говорите, я хочу работать над глобальными продуктами. А на самом деле, вы хотите просто много бабла. Стабильно много бабла. Тут же еще есть про некоторую травматичность, признаться себе. Ну вот, оно, в принципе, рядом с социооценочностью. Но когда, например, вы чувствуете, что на этой работе вы выгорели, что вы заставляете себя что-то делать, что вы много прокрастинируете, что вас тошнит уже от этого кода, от этого всего. И вы думаете, что поиск работы – это выход. Ну, то есть вы, вас начинают, ну, окей, найду работу и смогу вернуть свою любовь к профессии. Но погружаться и понимать в то, что именно это вас может оттолкнуть и довести до оффера, вам сложно, травматично, потому что как бы нужно признать сейчас, в моменте, что вы, в общем-то, находитесь на некотором профессиональном дне. Ну, назовем так. Я не буду погружаться в психологию, потому что я в этом не очень-то сильна, но это просто мои наблюдения. Но тут многие из вас могут мне сказать, Вика, ты нас часто учишь, что нужно рассказывать на собеседованиях о том, почему вы хотите работать именно в этой компании. Ну, конечно же, не про деньги это все должно быть. Так, ну, а сейчас, получается, все, что я говорю, идет в разрез. Нет, не идет в разрез, потому что вы должны разделять мотивацию, которая вас доведет до оффера, и мотивация, которая вас будет подпитывать для того, чтобы работать в этой компании долго, получая удовольствие. Это нужно разделять. Это чаще всего не совпадает, поэтому все нормально. Чаще всего мотивация, которая доводит до оффера, это, ну, условно говоря, подпитать свое эго или, там, прогнать синдром самозванца. Это деньги, это, возможно, какое-то будущее вашей семьи, возможность легализироваться, переехать куда-то. Вот, как правило, то, что доводит до оффера. Не всегда, но тем не менее. А дальше у вас уже нужно найти мотивацию, которая будет вам помогать получать удовольствие от ежедневной работы. Небольшое упражнение для того, чтобы понять, что есть ваша мотивация, которая будет вас подпитывать в работе. Представьте, что вы получили, там, 3, 4, 5 жирных офферов. Допустим, для Америки это, там, 600 тысяч долларов в год, для Европы, ну, предположим, 300. Я не знаю, в европейские цифры. Так вот, при этом каждый из каждой из запасателей предлагает уладить ваши визовые, да, не столько визовые, сколько, может быть, да, ну, легализировать вас в стране. Ну, и, в общем, какие-то еще вот такие вещи, в общем, они в этом во всем равны. То есть, у вас первая мотивация ваша закрыта. Как вы дальше будете выбирать из 5 офферов? По какому принципу? Как вы будете... Все они находятся в одинаковой удаленности от вас, да, там, в одинаковом прекрасном месте, которое вам нравится. Что, по какому принципу вы дальше будете выбирать работу? Вот это и есть ваша вторая мотивация. Окей, погнали дальше. И еще один пункт в разделе мотивации – это нагрузка. Наверное, вас может это удивить, потому что это все-таки отдельный пункт. Но нет. Потому что нагрузка – это то, что убивает вашу мотивацию в процессе подготовки. Если вы неправильно построите свою нагрузку, то очень вероятно, что вы быстро выгорите. И вам уже никакой поиск работы не нужен, ни до клоуфера вы не дойдете. Как обычно происходит? Ошибочно. Делать так. Читать какие-то истории успеха в интернете, где кто-то рассказывает о том, как он строил свою подготовку и применять ее на себя. Потому что вы не знаете много факторов. В первую очередь, это сильные и слабые стороны. Там свои и этого человека. Они, возможно, у вас вообще демитрально противоположные. Например, у вас слабое место – это, не знаю, поведенческое интервью, да, а алгоритмы вы, в принципе, щелкаете. Или там из систем дизайна тоже все у вас окей. А у этого человека наоборот. Второе – это какие-то ваши личные обстоятельства. Урал на работе, семья, дети. Возможно, у того человека этого всего нет. Он там по 30 часов может посвящать подготовке, поиску работы. А у вас, ну, как бы есть какие-то другие обязательства. И работа там тоже какой-то горячий период. Ну и третье – это вы часто не учитываете… Что мы на нем не учитывали? Третье. А, и третье – это, конечно, какой-то морально-физический ресурс. Потому что, в конце концов, вы можете уже быть выгоревшим. И для вас там один час в неделю – это уже подвиг, да? А для кого-то, ну, кто-то прям находится на пике энтузиазма и энергии. Ну и, в конце концов, сейчас очень многие находятся в ситуации, что они там недавно переехали в какую-то временную, например, локацию, да? И очень много сил потратили. Да и вообще время-то сейчас какое, да? То есть очень многие просто пережили стресс в разной степени. Переехали в другую страну, там, старали обустраивать быт. Очень много потратили туда моральных сил, да и физических тоже. В конце концов, может быть, приболели. Поэтому, когда вы себя там выжимаете из себя последние соки, ориентируясь на нагрузку другого человека в интернете, то, в общем, это очень быстро вас приведет к, скорее всего, либо просто к тому, что вы все бросите и закинете до лучших времен, либо же просто, не знаю, разобьете в себе тот же синдром самозванца, выгорите, до депрессии дойдете. Поэтому с такими вещами шутить нельзя. А знаете, как поддерживать мотивацию? Работать по четко спланированным спринтам. Поэтому, если у вас есть даже 5 часов в неделю, уже отлично. Главное – построить четкий план. Кстати, по четким спланированным спринтам мы работаем на курсе FUNME, курсе, который готовит к поиску работы в Big Tech и ко всем этапам и аспектам собеседований. Наша суперсила в том, что мы фокусируемся на слабых сторонах русскоязычных кандидатов. В самопрезентации, в поведенческом интервью и коммуникации мы знаем все особенности нашего и американского менталитета. Поэтому знаем, как подготовить и представить наших ребят на мировой арене, где правила абсолютно другие. Тренерами курса являемся не только я и Миша. Я долго и кропотливо создавала свой нетворк инженеров, рекрутеров и хайринг-менеджеров из топовых компаний. Многие из них не могут делиться инсайдами найма публично из-за ограничений политики конфиденциальности компаний, где работают. Но могут рассказывать много полезного в личных беседах. А меня ничто не останавливает обезлично делиться этим со студентами курса. А в этот раз с нами будет кое-кто, о ком Вика мечтала с самого первого запуска фанга. Это экс-рекрутер Гугла и Мета. Кстати, интересный факт. 80% отобранных ею кандидатов доходили до онсайт-интервью. Это очень высокий результат. Марина сейчас в творческом отпуске, поэтому не ограничена политикой НДА и может рассказывать о специфике рекрутинга и в Гугл, и в Мета. Четвертый поток курса стартует 26 сентября. Я подготовила для вас небольшое видео, где вы можете очень подробно ознакомиться с программой курса. Ссылка на видео в описании. А присоединиться к самому курсу можно на официальном сайте fang.me. Проблемы из опроса и из выпуска мы комплекса решаем на курсе. Даем нужный минимум информации, чтобы покращать себя в техническом и поведенческой стороны. Минимум – это не значит мало информации. Это значит, что мы отобрали огромное количество информации, включили программу только то, что нужно для Big Tech. Процесс найма знаем от и до. Работаем с синдромом самозванца, а на отдельной лекции рассказываем, как быстро поднять уровень английского до проходного минимума. Присоединяйтесь, если хотите апгрейднуть карьеру в комбинете людей с той же целью. А мы возвращаемся к выпуску. Еще одна причина, по которой многие не доходят до конца подготовки к собеседованию или сворачивают на первых неудачах – это неуверенность в себе. Я ничего классного не сделал. Никаких достижений в моей карьере нет. Это, если вам знакомо, то, в общем-то, это оно и есть. И, честно говоря, по моему опыту, это есть у большинства людей. Тот самый синдром самозванца, который обычно присущ людям, которые на самом деле чего-то достоят. Просто они как-то не могут себе это раскопать. Плюс есть у нас такая врожденная или культурная скромность. У нас много поговорок «скромность красит человека». Самые, наверное, известные из них. Но вот у американцев все это устроено иначе. Они, как правило, умеют, любят себя хвалить, презентовать. Их учат, в принципе, с пеленок. В детском саду они уже презентуют игрушку, в школе какие-то проекты. И, естественно, часть любой презентации – это всегда презентовать себя. Поэтому этот скилл у них развит. И, конечно же, кандидаты из нашей культуры, честно говоря, не знаю, как сейчас правильно подобрать слова, для того, чтобы описать, условно говоря, русскоязычных кандидатов из Средней Азии, из Восточной Европы, назовем это так. Так вот, в наших культурах такое наше постсоветское наследие заключается в том, что мы не умеем себя хвалить, вечно скромничаем. И это очень проигрышно выглядит на американском рынке, например, или вообще в фан-компаниях. Потому что они не понимают этой культурной особенности, а просто это выглядит, значит, что вам нечем рассказать. Но, честно говоря, это быстро лечится, скажем так. Потому что, вот, например, на курсе у нас есть целый отдельный практику к тому, как представить свой профессиональный опыт, как результаты и достижения. Честно, это одно из самых сложных. Я вижу просто по тому, как ребята, студенты, в общем-то, как им это дается. Это действительно сложно, но это возможно. И что самое интересное, что после вот этого практикума, условно говоря, выходят люди не только с классным резюме, описанным опытом, который вот хочется, и каждый рекрутер хочет как-то познакомиться с этим кандидатом, но и повышающейся уверенностью в себе, да, или там отступающим синдроме самозванца. Поэтому это тоже очень важно, отрефлексировать свой опыт. Действительно, ну, самое главное, мне кажется, и действенное, это, конечно, тут нужно, если у вас действительно вы чувствуете, что у вас прям синдром самозванца, вы прям как-то дрожите, недостойны чего-то, так все время в себе это ощущаете. Конечно, тут, наверное, нужно еще и с психологом общаться про какие-то техники, но одно из самых действенных, это, конечно же, общаться с комьюнити единомышленников, людей, которые находятся там на вашем выше уровне, которые могут объективно посмотреть со стороны на ваши достижения, сказать, о, вот это круто, возможно, это вы не замечаете, но именно так это происходит, когда вот мы, опять же, на практике это видим, потому что не только тренеры дают фидбэк, да, свой, но также и группа, потому что, когда ты можешь видеть в других достижениях, ты можешь и в себе, и такая коллаборация, она всегда очень-очень полезна. И еще один момент, который я хотела бы отметить в пункте про неуверенность в себе, это английский. Конечно же, если вы чувствуете, что английский не дает вам в полной мере выразить то, что вы хотите, конечно же, это влияет на вашу уверенность, конечно же, это влияет на ваш перформанс, на интервью, в том числе техническом. Вы не можете до конца сказать, что вы хотите, вы просто начинаете нервничать из-за того, что вдруг вы не сможете сказать то, что нужно, да, а вдруг вы не поймете интервью. Конечно же, это подрезает вашу уверенность в себе, ну и, конечно же, как правило, не дает нужного результата. Но, чтобы вы просто понимали, английский нет лучшего способа улучшить ваш английский, как проходить интервью, тренироваться, готовиться. Когда вы готовите поведенческие истории на английском языке, вы автоматически добираете какие-то нужные фразочки, прорабатываете, что вы скажете. Поведенческие мок-интервью и технические, они также помогают вам разболтаться. Вы можете подцепить какую-то фразочку от того, кого собеседуете или кто вас собеседует. В общем, это лучший способ подтянуть ваш английский. Все эти фильмы, как говорится, буллшит, ну, которые смотрят для того, чтобы повышать английский язык для собеседования. Это точно не работает. И еще одной распространенной причиной, по которой люди не добиваются своей цели, является проблема с коммуникацией. Очевидная, казалось бы, проблема, но люди часто упускают ее в подготовке, надеясь на авось, что оно само собой как-то складывается. Многих часто не складывается, и люди иногда даже не понимают, в чем проблема, что же не получилось. А проблема с коммуникацией людей преследует на всем протяжении интервью. От какого-то первичного контакта, обычно там с рекрутером, до самых финальных стадий, там обсуждения оффера и так далее. Что я имею в виду? То есть при самом первичном контакте вам нужно убедить рекрутеру, что с вами следует продолжать, что на вас следует тратить время, что вы не примете первый попавшийся оффер, вы замотивированы именно в этой компании, вы будете там надолго и так далее. Это также не способность рассказать с выгодной стороны про свои проекты из-за какой-то, не знаю, ложной или неложной скромности, из-за каких-то комплексов по поводу того, что вы там не запускали космические корабли в космос. Хотя на самом деле 99 и практически 100% инженеров условного гугла делали примерно то же самое, что и вы на протяжении своей карьеры. В чем же причины этих проблем с коммуникацией? Ну, самое главное, очевидно, это, конечно же, английский, из-за которого люди просто не всегда могут выразить свою мысль или просто неудобно, условно говоря, одновременно и думать, конструировать фразу в голове. К счастью, это довольно быстро, относительно быстро справляется, да. Для этого не нужно прокачивать английский до уровня Шекспира. Английский в рамках интервью довольно как бы лимитированный. Хорошая новость. Еще одной причиной проблем с коммуникацией является, очевидно, то, что вы выросли в другой культуре. В вашей культуре на собеседовании или там просто при общении с человеком вы часто понимаете просто по жестам, мимике, буквально по запаху, чего человек от вас хочет, что он как бы думает, в ту сторону вы идете или нет, и так далее. С людьми другой культуры это, конечно, не работает, этого как бы не будет. Более того, даже буквально слова можно понимать не совсем правильно. Это лечится, конечно, качественным, целенаправленным фидбэком и практикой. В общем, советую не откладывать в своих планах подготовки, коммуникацию и все, что с этим связано на какой-то там задний план. Это то, что вам нужно будет на протяжении всего интервью. Ну а теперь в завершении видео я хочу вам предложить обменяться, условно говоря, энергией, знаниями, ощущениями, ну и вообще просто своей мотивацией. Напишите, что вас драйвит больше всего в поиске работы, то есть вот к чему вы стремитесь. Все, что угодно может быть, не стесняйтесь ни в чем. Вот как вы считаете? Возможно, даже если это не до конца вы осознаете, возможно, вы прочитаете комментарии других людей и что-то ёкнет, и вы поймете, вот, вот это то, что меня может довести до конца. Потому что это очень важно. Мотивацию нужно знать свою, потому что именно она будет вас вести и приведет к классному офферу. Второе. Напишите свои 2-3 достижения в работе. Напишите, насколько вам это сложно удалось. Не стесняйтесь прокомментировать чьи-то другие сообщения. Ну, только будьте осторожны, конечно, потому что помните, что на месте этого человека можете быть вы, и если вы кому-то напишите это полное говно, то, ну, вам тоже могут это написать, и это может ранить. Поэтому давайте быть бережными друг к другу, поделитесь своими достижениями. Ну, как минимум, сделайте это для того, чтобы даже если вы не решитесь отправить свое сообщение, подумайте, насколько вам легко это сделать было. Вот на скидку 3 достижения, 3 результата в вашей работе, которые, ну, как бы достойны быть в комментариях. Третий момент, который мы разбирали, это коммуникация от Миши. Честно говоря, немножко сложнее отловить просто в комментариях, обменом. Мы на курсе посвящаем этому много времени, и самопрезентации, и поведенческому интервью, и коммуникации на технических собеседованиях. Поэтому, если вы хотите проверить, насколько у вас с этим все хорошо, и отшлифовать там, где нехорошо, или прям хорошенько поправить, то приходите на курс, мы всех ждем. Ссылочка в описании. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok